Девушки отдыхают Это официальная игра Telltale и в ней много минусов, но это очень интересный и самодостаточный проект. Не так часто встретишь эпизодичную игру по мотивам хитового мирового сериала. Это подтолкнуло меня на мысль, а почему не делают игр по нашим российским сериалам, нашим хитам православным. Потом я вспомнил эти самые хиты и понял, что возможно это и к лучшему, но вот беда, они делали, делали и делают. И сегодня я хочу предложить вам нырнуть с аквалангом и понять, что российские издатели наравне с разработчиками впаривали нам на протяжении последних 15 лет. А чтобы не было так горько, лучше заедать этот кошмар чем-то сладким. Сладостями из мармеладшоу, например. У них по-прежнему сотни видов мармелада, печенька, шоколада, леденцы, конфеты и множество других уникальных сладостей, а лучше вообще взять свитбокс. В нем собраны топовые сладости магазина, и внутри могут быть даже конфеты с непредсказуемыми вкусами или самые кислые конфеты в мире Токси Квест. А если воспользуетесь этим промокодом, то получите скидку 10%. Если именно ты давно хотел бы заняться своим делом и открыть сладкий магазинчик, то оставляй скорее заявку на франшизу «Ребята расширяются». Переходите по ссылке в описании и делайте свой самый вкусный заказ жизни, ведь праздники не за горами. И у меня сегодня праздник. Праздник из говна. Ранетки. Благодаря грамотному пиару от СТС, ранетки стали их самым настоящим девчачьим маскотом. Фирменные концерты, телешоу, в общем, именно то, что на западе Дисней делали с Ханой Монтаной и Селеной Гомес. А у нас... Пять рокерша, рекламирующих тампоны. Естественно, дело дошло и до игры. Новый диск позаботился об одноименной игруле весом 4,5 гигабайта, что для 2009 года нонсенс. Вот они родимые. Многие могут помнить эту игру по культовому обзору Мэдисона. Да, вот какие-то кнопки надо, по идее, одеть. Одеть эту женщину. Ну, не знаю, ничего не тыкается. А, надо перетащить. Ну, мне кажется, вот, чтобы босиком не ходить, вот это нормальный прикид. Если бы... Если бы я был женщиной... Нет, нет, я бы не был женщиной. Прям реально такая сумасшедшая ностальгия. Окунувшись в этот шедевр самому, не скажу, что эффект погружения стал значительно лучше. Это просто фееричное дерьмо. Мы создаем анимешницу, переодеваем ее, читаем дневники по похуданию, ну и, конечно, без музыкального изыска никуда. Нет, ну это разрыв жопы. Даже в Лохмотом 2009 подобного говна было валом на браузерных флэш-играх. Но новый диск продавал это за бабки. И в официальных магазинах это могло доходить до четырех сотен рублей. Помню, я это дерьмо купил за 350 рублей и до сих пор себя корю за это. Я вот все думал, какова здесь задача? Мы создаем рандомного персонажа, но для чего? Оказывается, ответ есть. Сделать так, чтобы вам было весело? Сделать так, чтобы вам было весело? А вы там часом не обнаглели? Может прибраться еще в ваших комнатах, которые выглядят как статичная картинка? Не, ну точно обнаглели. Если среди вас зрительницы или зрители, которые играли в эту игру, то обязательно звоните мне, я приеду и обниму вас. Я мягкий. Ну а мы переносимся к следующему сериалу, не сделали продолжение Ранетки Гейм Ли в 2010-ом. Что ж, что ж, ну давайте глянем на этого урода. Ну понятно. Знаете, что будет, если гитар-херову пришпарить утюгом и вымочить в чане с говном? Получится Ранетка Гейм Ли. Я рад, что теперь они полностью сосредоточились на симуляторе кнопок «Давайте зажигать!» Ну, нет, к сожалению, нет. О боже, я уже успел позабыть, насколько убоги эти песни. Ну что, чувствуете веселье и азарт? Ну же, зажигаем! Умница! Ну я даже не сомневался. Фанаточки под эти ниц к моим ногам. И вот мы отбарабанили этот ужас, чтобы сыграть то же самое теперь на концерте. Внимание, склероз! У кого-то склероз! Вы чего? Как это нафиг устроено? Я, конечно, понимаю, что в настоящей жизни, прежде чем хорошо спеть песню на сцене, ее нужно отрепетировать. Но что-то я очень сомневаюсь, что ронетки Game Live — это игра про реализм. Ронетки я два раза не повторяю, не повторяю! Но игра бы не была игрой, если бы мы не могли переодевать наших рок-н-ролльщиц. Ну что же, выбор сделан. Может, разниче. Может, прикольно. Лучше, да? Ну? Что скажешь? Тоже неплохо. Вот, а мне. Ну-ка, вот. Хм. Давай еще и как я. Давай оставим. Хм. И как я тебе. Пуньк. Ну ладно, а дальше то же самое. Так, давайте промотаем. А, да, это все. Репертуар из десяти песен, которые регулярно сменяются спортзалом и сценой. Браво! У меня аж ронетка привстала. У, нет, давайте утилизируем это куда подальше. У СТС была еще одна концентрация девчачьего контента, которую не грех монетизировать. Конечно же, речь о... Пара-па-па-па-па-па-па. Ну, наконец-то, нормальный квэт свалился на нашу голову. И так, ох. Ёп, твою мать. Может, еще не поздно свали с этой посудины. Кошмар. Папа опять проспал. Теперь я поставлю на лодренник, и моя репутация снова поставлю. О, нет, в бурундуке озвучивают пупу в кубке. Ее вселился Эльвин. Ну, короче, замес в том, что у семейства Васнецовых внезапно произошла групповая лоботомия головного мозга. Все постоянно что-то теряют. Даже у папки нет денег на проезд. Мы че, вонючие археологи копаться в бабских вещах? Да еще и детских. Эх, это точно не статья? Я не знаю, в такие моменты кажется, что моя жизнь точно пошла куда-то не туда. Ну и то, что никого из оригинального каста решили не звать на озвучание этой игры, лишь говорит о том, насколько всем было насрать. А кто вчера разбросал по комнате игрушки? Забери их. И тогда, может быть, получишь свой носок. А что? А что тут смешного? Ты еще более безучастно могла сказать эту фразу? Ой, что происходит? Мне кажется, что смех накладывал искусственный интеллект. Это я или весь мир сходит с ума? Слава богам, игруля была браузерной и могла распространяться и по ВКонтакте одноклассникам. Ну, в идеальном мире, где с детей не хотели состричь бабок. Это не мешало издателю навариваться на бренде и на полном серьезе выпускать квест по папинам дочкам за бабки. Что ж, мы можем нырнуть тогда в игру поглубже и углядеть пасхалки. Но, например, мы узнаем, что Даш все-таки баловалась жертвоприношениями. Больная сука. Зато смотрите, как Полежайкин счастлив. Наверное, играет что-то получше, чем я сейчас. Может быть, Death Stranding? А я? Ну, собственно, за каждую дочку по очереди мы разыскиваем барахло и затем игра внезапно обрывается. Но это все было гениальным планом, чтобы выпустить на дисках сиквел Папины.2. Собираемся на море. Что ж, это действительно сиквел мечты. Удивительно, что у игры есть поклонники. И даже сейчас в комментариях можно откопать что-то в духе. А я до сих пор не играла. Надо исправлять. Я такой, вау, вау, люди, что с вами? Что, опять ключ забыл? Что, опять? Ой, ну это просто голос из ада. Знаете, что вы снесу? Мне надоело собирать ваши манатки. В каждой комнате бардак. Просто кошмар. Я захлебнусь бабском шматье. Это ж просто невозможно. Пожалуйста, кто-нибудь включите муд Галин Сергеевной. Я сосредоточусь. И все выучу. Сначала прикончу этот отчемник. Галин Сергеевна, все в порядке? О, спасибо, попустился. Но самым первым хитом СТС были вовсе не папины дочки. Одним из самых прорывных ситкомов для канала была «Моя прекрасная няня» 2004 года выпуска. Сериал стал набирать обороты. Уже тогда СТС начали понимать, что это дело можно перенести в игру. Мобильную игру. О, черт возьми, я не уверен, что хочу это видеть. Ну что можно состряпать в игре по няне? Убирать говно за детьми Шаталина? Да я воигра это не потя... О, о, о. Доброе утро, Вика. Откройте все шторы в доме. Хм, что ж, ну вы явно старались. Разработчики просто такие сидели, обвели свою комнату взглядом и такие... Шторы! И что, что с твоими глазами? Я, я, я не, что это, это тёплый привет суицидальному Сквидворду? Виктория, вы как-то, ну это, пугайте меня. Может, это вы проимет эту ситуацию каким-нибудь звуковым сопровождением? Нет, тут гробовая тишина, и кажется, она меня убьёт. Знаете, путешествуя по дому Шаталинах, раскрывая шторы и познавая тщетность бытия, я стал ловить себя на мысли, что занимаюсь каким-то изобратом. Это настолько фееричный кретинизм, что начинает появляться истинное любопытство. А что игра заставит нас делать дальше? Ага, проверить оценки детей в дневнике. Слышите, а как скоро мы начнём чистить унитазы вилкой? Ну благо мы справились, и далее Шаталин зовёт нас в ресторан. Попробуйте стереть 20 линий. А я-то всё думал, что происходит внутри организма человека, когда в животе начинают порхать бабочки от любви. Но хэй, что-то пошло не так, и... Господи, тут Киркоров, да вы издеваетесь. Однако, как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через Филиппа Бедро свеча. И мы вновь соблазняем Максима Викторовича. Ну что ж, долго над игрой думали, наверное, да? Вот бы в жизни так красоток можно было соблазнять. А если вашей выносливости хватило завершить этот квест, то нас заключает в сердечко и... Скример. О, господи. Ну знаете, разработчиков действительно можно похвалить. Правда, я ещё не понял за что, но... Обожаю эту романтизацию кадетских корпусов. Сколько пацанов пинками под зад полетели в Суборские училища после просмотра данного сериала. Ненавижу, блядь. Надеюсь, эта игра тоже воспитает во мне субординацию и сделает из меня настоящего мужчину. Может, даже шея станет гладкой. Кража — это не просто проступок. Это преступление против своих товарищей. Против самого святого и дорогого, что у вас есть. Звание курсанта Суворовского училища. Суть игры феерическая. Мы гоняем по кадетскому корпусу, получая задания типа «Сгоняй на урок алгебры, сбегай на стрелку, избей пили печка, хе-хе, жир трест». И да, мир внезапно забыл о такой штуке, как динамические тени, а посему создаётся ощущение, что госпожа Тлен обрела физическую оболочку и вселилась в эту игру. А может, неспроста. Возможно, я ошибаюсь на такое чувство, что карты тут вообще сворованы из локации школы в игре Silent Hill. Что ж, вот это вот реально мод мечты. Но это нас не спасает, потому что это всё равно глючное дерьмище. Комнаты не открываются нормально, чёрные экраны длиной вечности, возможно, от саундтрека вы захотите повеситься. Суицид, уйди, уйди. Вполне возможно, дело в том, что игра просто пляшет на костях Silent Hill, а от того такая атмосфера. Но не думаю, что после игры по мотивам незамысловатого сериала о детишках-кадетах, мне должно хотеться вспороть себе вены. Так, давайте отложим это куда подальше. Вот уж что реально внезапно, так это игры по мотивам сериалов от НТВ. Всегда ненавидел Мухтара. Взять потрясающий концепт комиссара Рекса и превратить его в очень дешёвое мыло для домохозяек, слепленное за 2 рубля, это надо уметь. Но им хватило наглости сделать ещё и компьютерную игру стоимостью 2 копейка, копейка слюжей. Ленющий и невероятно унылый квест с катсценами прямиком из Газенвагена. Знаете, если оригинального Мухтара смотреть больно, а представьте, каково это в обрамлении полигонов. Хочешь водички, Макс? Нет, я б сейчас лучше кваску. А в ларёк сбегать в лом? Вот это затравка. Ленивый тварь и лень самой дойти до ларька купить кваску. Ну и расследуем мы, значит, преступление со своим верным напарником Мухой. Вы не представляете, насколько весело находиться в этом симуляторе монологов. Здорово, Толян. Ну и что у нас новенького? А ты вовремя на работу приходи и всё знать будешь. Затем очень колоритно тусить у падиков. Прям квест с щепоткой российской безысходности и чёрным экраном, бля. Геймплей на ютубе составляет в среднем плюс-минус 4 часа. Даже первый Uncharted был короче. Вы уверен, что половина данного хронометража это загрузки? Ну знаете, Мухтар очень медитативен, но стоит отдать им должное. Из всех образчиков здесь у нас хоть что-то отдалённое похоже на игру. И какое-то подобие сюжета, хоть за это спасибо. И бедный пёсик, даже в полигональном обличье его жалко. Надеюсь, ни один комиссар Экс после этого не пострадал. А помните сериал такой, не родись красивой? Ну так вот, у студии Амедиа ударило шило в задницу, они решили сделать пародийный флэш-мультик Уманетто. Типа фирма, где работала Пушкарёва, называется Зимолетто, а у нас Уманетто. Прикольно, да? И вместо игры по оригинальному сериалу, они решили сделать игру по мультику. Мда. Мультфильм был тем ещё куском говна. С убогой флэш-анимацией, юмором уровня. Ха-ха, работники, все хотят в отпуск. А давайте зальём офис водой, и все там будут отдыхать. А Катьку Пушкарёву будут звать Катька Очкарёва. Смешно, опасаться от смеха. Вниманию отдыхающих. Всем желающим покататься на скутере. И в водном аттракционе банан. Просьба поторопиться. И да, от озвучки вас, возможно, стошнит. И вы удивитесь, то же самое чувство вызывает и игра. Как вам название полной превиады? Упячка хрюкает вам в спину. Ну и далее происходит квест, где мы выполняем поручение Андрея Падлыча. Квест, который происходит в замедленном слоумо. И где все фразы повторяются по два раза. Но стоит отдать им должное, это выглядит не хуже оригинального мультика. Потому что оригинальное у Монеты выглядело как галл. А после прохождения определенного сегмента вас награждают мультиком. Господи, кто вообще этим занимался? Определенно. Раз я купил вашу игру, то возможно я и смотрел ваши флеш-потуги в юмор, а? И того убытков на N-цет миллионов условных единичек. Ознакомьтесь. Но в какой-то момент игра начинает давать ёбу и перекидывает нас в мини-игры. Вы только посмотрите, как наш королева летает. Гляньте на эти замедленные полеты во сне и наяву. И это продолжается вечность. Да, я понимаю, что вы явно не успевали к сроку, но для... Для кого? Для чего это вообще было создано? Я... Я не могу. От преизбытка хреновых игр и повеситься можно. Уберись. Исчезни. Исчезни, пожалуйста. А помните времена, когда Михаил Шац с Татьяной Лазаревой и Сергеем Благоловцевым правили этим грёбанным миром? Я, конечно же, говорю о 33 квадратных метрах и ОСП-студии. Да, это были времена, когда эти ребята правили телевидением. От ситкомов до хороших шуток. Но в какой-то момент создателей передёрнуло и на закате их царствование. В 2007-м какой-то умник решил окунуть ОСП в мир игровой индустрии. Это было очень странно, но внезапно. Типа, игра 33 квадратных метра? Что там можно наворотить? Даже мелкому мне это было интересно, и я сам как шумахер охотился за этой игрой и нашёл. Хотел даже показать вам диск, но потерял его, что как бы намекает. Создатели решили быхать на популярном жанре и решили сделать очередной клон игры, как достать соседа. Но помните, мы типа в телешоу устроим подлянки жирному абрагану и не попадаемся ему на глаза? Наши говноделы умудрились убить формат своими российскими сиквелами, продолжающий нумерацию. Но люди хавали. Хотели бы, кстати, услышать историю падения этой серии. Ну короче, ОСП не стояли в стороне и придумали сюжет, что папа Аня Звиздунов впендюрился в какую-то смесь Кличко и Костидзю, у них отжимают квартиру и, о как кстати, по ящику запустили новое шоу «Война с соседями». Победителю достанется хата в центре Москвы. Замес уровня сериала, даже не постеснялись пригласить оригинальных актёров на озвучание. Спасибо, а то я уже начал забывать, какой у них писячий сын. А когда будет объект? На самом деле, это совершенно бессвязные концепты, но надо отдать им должное, они старались. Мы гоняем по квартирам разных соседей и подстраиваем ловушки. В отличие от привычного жанра, мы тут как бы в 3D, что очень замедляет процесс. Вы уж извините, я просто из мира 2D, да здравствует анима... Из-за этого сама игра виснет, глючит и тормозит, ну и мисклики просто невероятные. Понять куда жать, чтобы взять атрибут просто невозможно. Чем были казуальные оригинальные игры? А своими правилами. Зашёл в комнату, получил по щам. Тут же у нас есть здоровые помещения, то есть вас не заметят, если вы находитесь на другом конце комнаты. Соответственно, вы должны уметь держать определённую дистанцию от соседа. Звучит так же бредово, как и выглядит. От этого ломается вся механика и концепт игры, посему рубиться в это невозможно. Некоторые ловушки либо избиты и из разряда шарахнутся на банановой кожуре, либо что-то кровожадное, типа хомяка, который обгладывает тебя до костей. Посмотреть повтор? Да нет, спасибо. Что за кровожадный юмор? Никогда не куплю хомячка. Извините, у вас тут Звездунов обучился искусству левитации, это нормально? Офигеть, и это ещё на спидранах гоняют. Ну а я считаю, что это какое-то монотонное месиво, где даже музыка способна вогнать в уныние. А жаль, идея-то неплохая. В общем, как обычно, мимо кассы. Но вот, мы приближаемся к расцвету технологий. Смартфоны и донаты. И, конечно, этот кошмар стал переезжать на смартфоны. Кого нужно завлечь в наши вонючие игры? Молодёжь и студентов. Делаем игру по универу. Что ж, новая общага, друзья. Совместить Sims и универ, это ж гениально. Да ещё и на смартфоне Нобелевскую премию этим гением. Да, мы создаём своего персонажа и... Жопа. На весь экран. Узнаю запах ТНТ 2017-го. Хорошо, хоть миновали период, когда Гарик Харламов срал на нас с экрана. Болванчики выдают нам инфу, и мы в стиле Fallout вынуждены отвечать. И такое чувство, что игра намеренно не даёт мне нормально поиграть. Я смогу поставить телевизор, только пережив тонны простынь диалогов. Но давайте выйдем в коридор, ведь игра говорит, что нам нужно налаживать социум. Что ж, что ж. Оу. Оу. Знаете, это удивительно. Многие спрашивали, куда делись эти флэш-игры времён ранее. Так, а вот они, 10 лет спустя, переехали на смартфон. 2017-й год. Какой ужас. Ух, бля, бля. Привет, Антон, ты чё меня так пугаешь? Отлично. Вот он, разговор со своей судьбой. Что ж, ранее не понимал, что такое тёмные судьбы, и кажется, сейчас начинаю познавать дзен. Ну и да, мы должны нормально трещать с Антоном, чтобы он обратил на нас внимание. Симулятор флирта. Как клёво. А донатить можно на новый став для комнаты? Конечно можно. Закидываешь бабла и покупаешь одежду, предметы быта, украшения, донаты, донаты, донаты. А ведь несколько лет кто-то реально вкладывал деньги в это. О, привет, Кузьма. А, студент пришёл, сорокалетний. Удивительно, как данный господин стал выглядеть ещё тупее. Ну чё, пацаны, шняга шняжная, жизнь общажная? Господи, в какой же уныние это меня вводит. Это какое-то издевательство. Сбацать в один микс и Симс, и говорилку, и пятнашки, и переодевалки, и донат. Это ещё нужно постараться. Вышла, конечно же, хрень. А ведь могла получиться интересная студенческая интерпретация Симс. Но сейчас-то они обновились, и это выглядит ещё отвратительней. Ну давайте, добейте, что ещё? Молодёжка, смотри и играй. Э, а ну-ка полегче, это что за принуждение? Я тут и так насильно, тоже мне иди и смотри. Ну давай, молодёжка, удиви меня, как в последний раз. Может, хоть в хоккей порубимся? О, собраться на свидание с Егором, вау. А это ваша молодёжка точно была про это? Магазинчики, каблучки, макияж, как вкусно-то. Выпуск закончится, пожалуйста. Но тут, конечно, можно похвалить разработчиков, ведь они сделали 2D-симулятор, который выглядит не так стыдно, как мог бы. Они явно освоили жанр и смогли сделать что-то нормальное. Ну вот возникает вопрос. А хоккей-то будет? Я пришёл сюда шарахнуть клюшкой по шайбе. А-а-а, что ж, да ну вас в задницу. Ну ладно, я уже начал вас хвалить, и ну, наверное, это разнообразно. И в кои-то веки мы можем закончить на удобоваримой соплежуйке. Порекомендовать вам молодёжку? Точно нет, но хотя бы это не настолько стыдно. Молодцы, разработчики, молодцы. Я безумно счастлив с меня. Довольно мне нужна доза. Вот моя площадь, как-то никогда тебя не брошу. Ну что, это была игра мылая по нашим российским сериалам. Как вы видите, я даже отказался от оценок yes, no или maybe, потому что тут и так всё понятно. Ну это же самое типичное желание наварить бабла. На Западе подобного тоже валом. Просто обидно, что за всё это время никто, никто не смог сделать хотя бы что-то минимально удобоваримое. Но я уверен, что мы ещё обязательно найдём иголку в стоге седа, ведь мы можем посмотреть игры по нашим российским телешоу. Нет. Нет! Ну спасибо за внимание. Ступайте в группу, пальцы вверх за нами не заржавеет. Пишите, делать ли продолжение по нашим российским телешоу. Покупайте мерч, ссылки есть в описании. И всем пока!